Глава одиннадцатая Примечание Это был самый великий, ускользающий из его рук, дух поэзии, и его-то он никак не мог уловить. Мартину он представлялся каким-то сиянием, вьющимся огненным туманом, который всегда разлетался при приближении к нему, и в лучшем случае удавалось поймать лишь клочья, сложить отдельные красивые фразы, которые звучали в его мозгу, как музыка, или проносились мимо его глаз призрачными видениями. Все это было очень обманчиво. Желания томили его, а выразить их он никак не мог и не шел дальше прозаических обыденных фраз. Мартин вслух читал себе свои стихи. Метр был выдержан по всем правилам, с рифмами и с ритмом дело тоже обстояло благополучно, но не было, увы, ни огня, ни возвышенного вдохновения. Он никак не мог понять, отчего это происходит, и временами, приходя в отчаяние, возвращался к своему повествованию, ибо проза была более послушным инструментом. Продолжая повесть о ловле жемчуга, Мартин писал еще другие рассказы о морской службе, о ловле черепах, о северо-восточном пассате. Затем, в виде опыта, он попытался написать небольшой очерк, но написал вместо одного сразу шесть, и разослал их в различные журналы. Он писал напряженно и усердно, с утра до вечера и даже до глубокой ночи, за исключением тех часов, когда ходил в библиотеку или навещал Руфь. Мартин был в эти дни необычайно счастлив. Его жизнь была полна и прекрасна. Творческая лихорадка никогда не оставляла его. Наслаждение творчеством, которое раньше он считал принадлежностью одних только богов, теперь и ему было доступно. Все окружавшее его, запах прелых овощей и мыльной воды, жалкий вид сестры и насмешливая физиономия мистера Хигенботтема, все это представлялось каким-то сном. Реальным миром был мир фантазий, а те рассказы, которые писал Мартин, были осколками этого мира. Дни казались слишком короткими, ибо уж очень много было наук, которые хотелось ему изучить. Сократив время сна до пяти часов, Мартин нашел, что этого вполне достаточно. Попробовав спать только четыре с половиной часа, он все же, с сожалению, должен был вернуться к пятичасовой норме. Все часы бодрствования он с восторгом посвящал своим занятиям. С сожалению, прерывал писание, чтобы заняться учением, учение, чтобы пойти в библиотеку. С грустью отрывался от чтения журналов, наполненных рассказами тех таинственных писателей, которые сумели пристроить свой товар. Когда Мартин бывал у Руфи, то всякий раз, чтобы уйти от нее, ему приходилось словно обрывать какие-то сердечные нити. И он тогда опрометь убежал по темным улицам, чтобы поскорее вернуться к книгам, и, следовательно, потерять как можно меньше времени. Но труднее всего было, оторвавшись от алгебры и физики, отложить в сторону перо и тетрадь и решиться сомкнуть глаза на сон грядущий. Мысль прервать жизнь хотя бы на такое короткое время казалась Мартину ужасной. И его утешало только сознание, что через пять часов будильник снова разбудит его, и он потеряет только пять часов. Бой часов скоро вызовет его из мира гнусной бессознательности, и перед ним откроется новый славный девятнадцатичасовой день. Между тем, прошли недели, деньги у Мартина кончились, и никаких доходов пока что не было. Через месяц он получил обратно рукопись, отправленную им в спутник юношества. Отказ был написан в очень деликатной форме, так что Мартин даже почувствовал расположение к издателю. Но не то было с издателем обозревателя Сан-Франциско. Прождав две недели, Мартин написал ему, подождав еще неделю, написал снова. В конце месяца он отправился в редакцию, чтобы лично побеседовать с редактором. Но Цербер, в образе рыжеволосого юноши, охранявший двери, не допустил его до лицезрения столь значительной особы. В конце пятой недели рукопись была возвращена без всяких даже объяснений. Не было ни отказа, ни объяснительного письма, ничего. Также были вскоре возвращены и другие рукописи, посланные им в крупные журналы Сан-Франциско. Тогда Мартин отправил свои творения в газеты и журналы восточных штатов. Но не успел оглянуться, как получил их обратно в сопровождении печатных отказов. Также вернулись и маленькие очерки. Мартин перечел их несколько раз подряд, и они ему так понравились, что он никак не мог уяснить себе причины столь решительных отказов, пока не прочел в одной газете, что рукописи должны быть непременно переписаны на машинке. Все объяснилось. А редакторы, несомненно, были так заняты, что не могли тратить время на чтение неразборчивых почерков. Мартин взял на прокат пишущую машинку и целый день учился печатать на ней. Он перепечатывал ежедневно все то, что печатал вновь, постепенно перепечатал и все свои прежние произведения. Каково же было его изумление, когда и перепечатанные рассказы стали возвращаться обратно. Лицо Мартина приняло еще более упрямое выражение. Подбородок сурово вытянулся, и он упорно продолжал рассылать свои рассказы по новым редакциям. Наконец ему пришло в голову, что самому очень трудно судить о своих произведениях. Он решил испытать их на Гертруде и прочел ей некоторые свои рассказы. Ее глаза заблестели, и она сказала, с гордостью посмотрев на него. — Это здорово, что ты пишешь такие штуки. — Да-да, — отвечал он нетерпеливо. — А эти рассказы тебе нравятся? — Господи помилуй, — воскликнула она. — Еще бы не нравились. Меня так разобрало, что просто страсть. Но Мартин видел, что не все вполне ясно сестре в его рассказах. Ее добродушное лицо выражало недоумение. Он ждал. — А скажи-ка, Март, — промолвила она после долгой паузы. — Как же это кончилось? Что ж, этот парень, который так ловко чешет языком, что ж, он женился на ней? И после того, как Мартин объяснил ей конец, казавшийся ему художественно необходимым, она промолвила. — Ну да, вот и я так думала. — Почему ж ты прямо так и не написал? Прочтя Гертруде множество рассказов, он понял, что она любила только счастливые концы. — Этот рассказ очень хороший, — объявила она, выпрямляясь над лоханью и со вздохом утирая лоб красный от пара рукой. Только уж очень тяжело мне стало, плакать захотелось. А кругом и так много всяких грустных вещей. Когда я слушаю про счастливые вещи, я и сама становлюсь счастливой. — Вот если бы он женился на ней, ты не сердишься на меня, Март? — спросила она с тревогой. — Может быть, мне это так кажется, потому что я очень устала. — Но рассказ замечательный, прямо замечательный. Куда ты думаешь пристроить его? — Это уж дело другое, — усмехнулся он. — Но если бы ты его пристроил, сколько бы ты за него получил? — О, сотню долларов, это самое меньшее. — Ха! Хорошо бы тебе его пристроить. — Неплохие денежки, а? И он прибавил с гордостью. — Заметь, я это накатал в два дня, 50 долларов в день. Мартину страстно хотелось прочесть свои рассказы Руфи, но он никак не мог на это отважиться. Он решил подождать, пока что-нибудь будет напечатано. По крайней мере, тогда она лучше оценит его старания. В то же время он продолжал писать. Никогда еще он не испытывал такой жажды приключений, как теперь, пустившись в исследование тайн своего ума. Он купил учебники физики и химии и одновременно с алгеброй изучал физические законы и их доказательства. Хотя ему приходилось на веру принимать лабораторные опыты, но его могучее воображение помогало ему видеть как бы воочию всякие химические реакции, и он усваивал их еще лучше, чем студенты, присутствующие на опытах. Мартин сквозь страницы учебников начинал постепенно проникать в тайны природы и мира. Раньше он воспринимал мир как мир, но теперь он начинал понимать его устройство, действие и противодействие сил, строение материи. Его ум постоянно теперь старался объяснить давно знакомые вещи. Рычаги и блоки особенно заинтересовали его. И он мысленно перенесся к тем блокам и подъемным кранам, с которыми ему приходилось иметь дело на море. Теория навигации, дающая возможность судам не сбиваться с пути в открытом море, стала вдруг для него совершенно ясной. Мартин постиг тайну бурь, дождей, приливов, узнал причину существования посадных ветров и даже подумал, не слишком ли рано написал он свой рассказ о северо-восточном пассате. Во всяком случае, он чувствовал, что теперь может лучше описать его. Однажды он отправился с Артуром в университет и, затаив дыхание, с чувством религиозного благоговения, смотрел на производимые в лаборатории опыты и слушал профессора, читавшего студентам лекцию. Но Мартин не забросил своего писания. Мелкие рассказы так и текли из-под его пера, и он еще находил время для сочинения небольших стихотворений, вроде тех, которые вычитал в журналах. Потом он вдруг закусил у дела и в две недели написал трагедию белыми стихами, которую, к его изумлению, быстро забраковали все журналы. Однажды, прочитав Генли, он написал целую серию морских поэм, вроде «Хоспитал Скетчс». Это были простые стихи, светлые и красочные, о любви и о разных приключениях. Мартин назвал их «Песни моря» и решил, что это самое лучшее из всего им написанного. В серии было 30 стихотворений. Он писал по одному в день, по окончании своей дневной работы. Работы, на которую иной модный писатель затратил бы целую неделю. Труд сам по себе для Мартина ничего не значил. Он нашел теперь способ выражать все то, что долгие годы томило его, и все красоты, все помыслы, таившиеся за его сомкнутыми и немыми до сих пор устами, хлынули неудержимым и мощным потоком. Мартин никому не показал своих «Песен моря» и никуда не послал их. Он потерял доверие к редакторам. Впрочем, не из недоверия воздержался он на этот раз от посылки своего творения. Оно было исполнено для Мартина такой красоты, что ему захотелось поделиться им с одной только Руфью в тот блаженный миг, когда он осмелится, наконец, прочесть ей свои стихи. А до тех пор он решил держать их при себе, читал их и перечитывал слух, пока, наконец, не выучил наизусть. Он интенсивно жил каждое мгновение, когда бодрствовал, и продолжал жить даже во сне. Его ум, протестуя против вынужденного пятичасового бездействия, продолжал комбинировать и передумывать все происшествия и мысли прошедшего дня, притворяя их в невероятные и нелепые грезы. Таким образом, он никогда не отдыхал, и другой на его месте, с менее крепким телом и менее здоровым духом, давно бы лежал пластом. Его свидания с Руфью становились все реже и реже. Приближался июнь, в начале которого она должна была сдать экзамены и получить университетский диплом. Бакалавр изящных искусств. Когда Мартин думал об этом звании, ему казалось, что Руфь улетает от него на такие высоты, где он уже не в силах достичь ее. Один день в неделю Руфь все же посвящала Мартину, и он обычно оставался у Морзов обедать, а после обеда слушал музыку. Это были его праздничные дни. Вся атмосфера дома Морзов была так не похожа на ту грязь, среди которой жил Мартин, а близость Руфи была так упоительна, что всякий раз возвращаясь домой, он мысленно давал себе клятву достичь этих высот во что бы то ни стало. Несмотря на жажду красоты, томившую его, и творческую лихорадку, его охватившую, он в конце концов трудился только ради любви. Он прежде всего был влюбленным, и все остальное подчинял своей любви. Его любовные искания были для него несравненно важнее всяких духовных исканий. Мир казался ему удивительным вовсе не потому, что состоял из молекул и атомов, приходивших между собой в какие-то взаимоотношения по таинственным законам. Мир казался ему удивительным потому, что в нем жила Руфь. Она была самым удивительным из всего того, что он знал, видел и даже о чем он мечтал. Но Мартина все время угнетала ее отдаленность. Она была необычайно далека от него, и он никак не мог придумать, что делать, чтобы приблизиться к ней. В своем кругу он всегда пользовался успехом и у женщин, и у девушек. Но он никогда не любил их, а ее он полюбил. Руфь принадлежала к другому классу, чем он. Мало того, его любовь вознесла ее на недосягаемую высоту, независимо от всяких классов. Она была особенным существом, настолько особенным, что он не знал даже, как подойти к ней со своей любовью. Правда, научившись думать и правильно говорить, он приблизился к ней, он мог теперь беседовать с ней и делиться своими мыслями. Но любовная жажда этим не удовлетворялась. Его влюбленное воображение наделило ее святостью и такой бесплотной чистотой, что никакой телесной близости между ними быть уже не могло. Сама любовь отдаляла ее и делала недоступной. Сама любовь отнимала у него то, чего он так страстно желал. И вот в один прекрасный день через бездну, их разделявшую, неожиданно был перекинут мост. И хотя бездна все же оставалась, она стала много уже. Они сидели и ели вишни, большие черные вишни, сок которых напоминал терпкое вино. А после, когда она стала читать ему принцессу, он заметил следы вишневого сока у нее на губах. На мгновение ее божественность поколебалась. Она была телесным существом, ее тело было подчинено тем же законам, как и его тело. Как тело всякого человека. Ее губы были так же телесны, как и у него, и вишни оставляли на них такие же следы. А если таковы ее губы, то и все остальное должно быть таким же. Она была женщина, женщина, как и всякая другая. Эта мысль поразила его, как удар грома. Это было настоящее откровение для него. Он словно увидел солнце, падающее с неба или присутствовал при кощунственном осквернении божества. Когда Мартин вполне уяснил себе это открытие, он почувствовал, как сердце заиграло у него в груди, побуждая его стать любовником этой женщины. Которая вовсе не была духом, слетевшим с неба, а обыкновенной женщиной, у которой на губах могли оставаться вишневые пятна. Он затрепетал от этих дерзких мыслей. Но и разум его, и сердце ликовали и убеждали его в его правоте. Должно быть, Руфь почувствовала эту внезапную перемену в настроении Мартина, ибо вдруг перестала читать, взглянула на него и улыбнулась. Его взгляд скользнул по ее лицу от голубых глаз губам, где виднелись следы вишневого сока, небольшое пятнышко, сводившее его с ума. Его руки потянулись к ней, как часто тянулись раньше к другим женщинам в дни беззаботной жизни. Она как будто склонилась к нему и ждала, и Мартину пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сдержаться. «Вы не слыхали ни одного слова», сказала она обиженно. И тут же улыбнулась ему, наслаждаясь его смущением. Мартин взглянул в ее чистые глаза и понял, что она не догадалась вовсе о том, что происходило в его душе, и почувствовал стыд. И в мыслях он посмел слишком далеко зайти. И из всех известных ему женщин не было ни одной, которая бы не догадалась. Ни одной, кроме Руфи. А она не догадалась. Вот тут-то и была вся разница. Она была совсем другой. И Мартин был подавлен мыслью о своей грубости и ее невинности. И опять взглянул на нее через бездну. Мост был разрушен. И все-таки этот случай приблизил его к ней. Воспоминание о вишневом соке не исчезало и утешало Мартина в моменты разочарований и сомнений. Бездна уже не была так широка, как раньше. Он преодолел расстояние куда больше, чем было между ним и всякими бакалаврами изящных искусств. Правда, она была чиста и так чиста, что раньше он даже и не знал о существовании такой чистоты. Но вишни оставляли пятна у нее на губах. Она была подчинена физическим законам, как и все в мире. Она должна была есть, чтобы жить. И могла простужаться и хворать. Но не это было важно. Важно было то, что она могла испытывать голод и жажду, страдать от зноя и холода. А стало быть, могла чувствовать и любовь. Любовь к мужчине. А он был мужчина. Почему бы в таком случае ему не быть тем мужчиной? «Я добью счастья», — шептал он лихорадочно. «Я буду тем мужчиной. Буду во что бы то ни стало. Я добью счастья». Продолжение следует...